Ха-ха, красавчик! Поменял траекторию правильно. Красавчик! Макс должен отстоять сейчас в честь Великобритании. У королевы, наверное, даже такая машина есть. Либо лад. Да, блокировочки работают. Маша будет сложна на этих шинах. Так, Леня. Леня здесь. Елки-палки, выехал. Охренеть, а как он это сделал? Как он это сделал? Просто выехал. У тебя приз, Леня. Конфета с белым крестиком. Приз. А можешь еще раз? Ты? Леня, теперь ты проедешь везде. Начинай смоктать. Не-не-не, я не умею. Тогда лежи. Ты скажешь, что это в тропоте. Тогда лежи. Посмотри, что делает. И один, и второй. Не могу одновременно на две камеры уже брать. Одна, чтобы назад снималась. Одна в жопе, чтобы была. А вторая она угол. Посмотри, что творит. Не хватает ливенца. Гранду. Йохан и бабай, блин. Леван, 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 руль. Стой, стой. Подвески. Йохан и бабай. Это маньяк, да? Просто Нива на 28-й АТ-шке. Нива везде выехала. И за тобой выехала. Третью горку лев. Так, следующий претендент на победу. Нива без разгона ехала. Давай, давай. Левее, чуть-чуть левее. Еще левее. Лево, лево, лево. Лево, лево, лево. Хорошо, давай, давай. Да не с дырю, ходи. А где ты турман? Да. Чуть-чуть правый, правый. У него длинная машина, тут по-другому все работает. Хорошие хода подвески. Леня, вот сюда ты должен оттуда заехать, сюда и будешь королем горы. Давай, Леня. Нет. Только таблетку примит уже дал, бородач. Я могу ее брить. Синюю или красную? Нет, с белым крестиком зелененькая там. Давай здесь. Вот давай здесь. Вот здесь? Да, да. Иди пешком сначала. Иди. А там яма, я не могу. Так, Леня, все. Не могу, для тебя не должно таких слов быть. Ты самурай. Леня, да, это Луас за прошлом году. Луас и Газик тут ехали. Давай не очку. Четкий движ сегодня. Ассортимент, смотрите, самурай. Патрол длинный, 61-й. Нива, Нива. Китайцы. Грэйт Волл Сейф, да, Паша, называется? Дискавери. Даже К5 есть. И Додж Рам. 1500-й. Но это еще не все. 80-ка. Ран Чирокий, и у него не мог. Блин, ассортимент машин нереальный просто какой-то. Еще одна Нива уезжает. А вот у нас 13-я. Додж. Подожди. И куда он поедет? Куда он поедет? Йоханый бабай. Ого. Сэм исполняет. Туда такая стена. Вертикальная. Но очень длинная. Длинная колесная база. Даже если заедет, то повиснет. Не, Леню, не остановить следующий. Что-то вообще перестал. Жестяк. Так. Ого исполняет. Это жесть. Это жесть. Поборолся, красавчик. Гора тупо вертикальная. Куда он тут ехал, непонятно. Камера вот так она в действительности. На камеру она более пологая. Короля горы играет. Не тормози. Не тормози. А тут сейчас надо чуть правее. Лёня. Короля горы играет. Лёня, чуть-чуть правее. Вот середина, это правая колея твоя должна быть. Я тут сносит. Я там ехал. Тогда чуть-чуть. Ну, понял? Чуть-чуть правее тогда. Не так, как я говорил, а чуть-чуть. Красавчик. Это жесть. Как вам показать эту гору, не знаю даже. Это просто полный трэш. Не тормози, отпусти её. Отпусти её. Да, самураи. С Лёня это нечто. Сейчас я ему дорогу перебегу. Подождите. А ну там бать немножко. Руслан, ну там бать нам надо. Давай в болото, там с горы тебя будет далеко видно. Попробуй по болоту. Прямо вот так зашарашивай. Потихоньку проедь. Всё, хорош, потому что может закончиться это не очень хорошо. Просто. Бро, затык куда? Давай руку. Сейчас, Лёня, по болоту поехал. А там болота нету, по-моему. Он вот чуть-чуть так дальше. Так он и дальше поедет. Тут так опасно кататься по этих камышах. Там только ехать, едем, 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 а стой. Чё ты, а там такая огромная ужа, ну не ужа, а котлован какой-то выкопанный. Такая воронка с водой. Сейчас узнаем, есть там или нет. Он возвращается по рации. Там уже жопа. Да нет, едет. Не, стой. Всё. Всё. Едет. Всё, пока, Лёня. Динок пустил? Да, ты, мам, выбрали. Пройте. Не успели предупредить? Не, не успели. А я нашёл еще. Да, бля, ты! Не, едет, едет нормально всё. Сейчас, как мы сили, загорели всё. Не, у него ж нет Нива. Нива проехала б, да? Не, Нива б капуши запалил. Кто будет ловню доставать? Кто бы заманил. Это я его туда направил. Ну, борется пока. Не, только назад. Но он сильно копает очень. Надо чуть... Чуть спокойнее надо. Так, всё. Олег, что это такое? Раз квадроцикла. Лёня приехал. Кручок квадроцикла. Штурман идёт Лёню спасти. И даже бежит, я бы сказал. Дерево есть рядом. Лёня стал хорошим. Лёня, цепайся за дерево и въезжай. Так, все поехали спасать Лёню. Смотри, как перепады. Отсюда вообще стою, смотри, как я. Сейчас будем спасать. Блин, круто, круто идём. Где же Лёня? Где же Лёня наш? А вот. Так, а вот и это дерево, а вот и Лёня. Бросает трос. Вышло солнце. Макс здесь. Все идут спасать Лёню. Ёханы бабай. Что-то, что-то тут как-то жёстко. По кочкам можно идти. По тени и кидай, я здесь соблюсь. Ёлки, Лёня, какая у тебя красивая фотография. Я тебе сейчас сделаю. Лёня. Говорят, подъедь, Лёня, ближе. Давай, давай, давай. Давай, попробуй. Я ещё не могу. Пробуй, они тянуть будут. Пробуй. Поехали. Не, Лёня, повис. Тут 4 бугая, но не справились. Говорят, есть ещё еда, говорит. Есть ещё еда. Дадите, да? Да, конечно. Так, Лёня. Лёню тащат как-то. Пытаются перевернуть Лёню. Это злые такие тут спасатели. Не, пошёл. Какие-то звуки пошли. Стой, 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 стой. Вот так он пошёл. Лёня спасён. Ого. Номер. Где? Лёня, спасибо, красавчик. Бородач. Бородач. Подожди, я в кузов залезу. Бородач пытается меня сбросить. Всё, я проник в бородачу. Пашенька, открой, Пашенька. Пашенька, открой. Вот эта легендарная машина. Из неё видно всё. Весь афровод, как на ладони. Сейчас поубираю у него тут. Всё, уборку сделали. Можем ехать. Лёня спасён. Классный день, солнце даже вышло. Нам так везёт вообще. По субботним дням. Выходит солнце. И мы едем. Слазить? Да. Так уехала моя машина. А не, стоит. Ты носишь пища. Всё, пока. Бородач не катает мне. Слышишь же? А тут должен был сидеть Витя сегодня. Он говорил, что поедет с тобой. Нет, мы собирались к маньякам. Тут вся банда. Куда? К маньякам. А кто это? Депрог. Маньяки. Маньяки все здесь. Вот это клуб 3 патруля или что ты имеешь? Андрюха поехал. Клуб 3 патруля или какой? Да, да. А, так это же не маньяки какие-то. Ну, они поехали в сторону Толокуни, где-то там по лесам. А, по лесным дорожкам. Ну, это нормально. Это их стиль. Я думал протестировать машину сначала по лесным дорожкам. И потом понял, что это не то. По луговым лучше, по лесным. Это для запорожцев. Ну, да, можно было на Горбатом туда смело ездить. Ну, так они же по таким дорогам и ездят. Серьезный клуб очень. Три покатухи в год. И то, когда праздники. Нормально едем. Ну, слушай, ты когда снимал, как выезжал на гору, легче в машине, да? Твоя? Блокировка. Ну, конечно, зад же толкает. Ну, что там со звуками? Что, что вчера ты говорил, что там было. Вот где-то примерно на 30 километров в час, когда сбрасываешь глаз, вот такой вот металлический звук сзади. Та-та-та-та, металлический звук. Ну, может, самой блокировочки что-то? Свыше прекращается и ниже прекращается. А вот на 30-35 вот какой-то такой звук. Я его тоже слышала, тогда ты намного. Сильный нет или чуть-чуть? Чуть-чуть. Ну, как бы я слышу звуки машины. Короче, смотри, хороший стук, есть такая пословица, вылезет наружу. Не, ну я же вот это же сюда и поехал, чтобы... Ну, правильно, по лесным дорожкам уже Горбатый подрепетирую и поедем по лесным. С тремя патрулями. Я думал, ты сегодня на Горбатом был. А ну, мы же не доделали. Мы завели, с подсосом мог бы и купить проехать. Мы же не доделали. Да нет, ну, резину поставить, если уже ехать. Ну, тут глубоковато немножко сегодня. Давай, пусть... Я, кстати, созванивался с той женщиной за счет Луазовской. Ну, смотри, просто какая стука. Нет еще, да. Если взять Луазовскую, то следующие два тоже надо Луазовские убрать. Если брать тракторную, то сейчас можно два тракторных взять. Ну, они же половины дешевле, чем Луазовские. Конечно. И потом еще два докупить. Да я вообще думал, может взять какую-то зимку хорошую, Нокиан. Понял? Злую. Р-ку, Хакапеллиту Р. Ну, она же Нордман РС-2. Она, ты понимаешь, она мягкая. И вот Влад... У него-то опыт большой на Запорожце. Заднеприводном. И он говорит, получается, что зимнюю, когда спускаешь, говорит, она гребет, мама, не горюй. Так это он на зимней украинской ездит. А Нокиан вообще гребет, если спущенный. Я же тебе рассказывал, у меня есть товарищ, который... Вот, кстати, он здесь ездит, чтобы ты понимал, вот по этим местам, где мы сегодня едем, он ездит на восьмерке. У него восьмерка с блокировкой, с зимней Нокианом впереди. Круглый год у него этот Нокиан стоит. А это он всегда пишет в комментариях, да? Не-не, он... Ну, наверное... А, да, да, в комментариях он пишет. Типа, я бы на своей девяточке... На восьмерочке, да, у него только восьмерочка. Сейчас никаких звуков нету, вроде все нормально. Ну, вот по трассе ты, когда едешь, вот... Ну, я понял. Типа, в поворот заходишь, спускаешь, раз, и вот... Что-то вот такое отдаленное, вот какой-то скрежет. Ну, может что-то... Ну, самое главное, схема рабочая, полуосель. Я вчера выехал из Красного Хутора, сто километров в час там ехал везде, везде, везде. Приехал домой, пощупал мост теплый. Пощупал передний мост, он тоже теплый. Одинаково. Одинаково. Ну, значит, все четко. Проблем никаких. Мотоциклисты есть. Что, пойдем?